В интернете очень много информации, не за всем успеваешь следить. Иногда, конечно, когда выскакивают какие-то новости у блогеров, то обращаешь на это внимание. И вот в одном блоге, который называется InfoMax, я подсмотрела недавно такую информацию. Но сама информация начала гулять по сети с 2015 года. То есть два года, как уже в интернете об этом знают и говорят, просто иногда не до всего доходят руки. Так вот, информация о чем? Что ЮНИСЕФ, а ЮНИСЕФ это детская международная организация, задача которой помогать детям. И делать какие-то фонды, организовывать, помогать деньгами, следить за порядком. То есть ЮНИСЕФ это детская организация. Обычно ее изображают, так знаете, рисунки детские. Они открытки выпускают с детскими рисунками, такие благотворительные открытки. Я имею в виду, которые приходят, ты должен за них заплатить, но как бы они тебе приходят бесплатно. Вот это организация ЮНИСЕФ. Так вот, ЮНИСЕФ, это детская организация, совместно с Ватиканом начали кампанию по подготовке человечества. Человечества, человечества, нас всех, к принятию чужеродных пришельцев. И выпустили по этому поводу очень интересный ролик. ЮНИСЕФ, детский фонд, организация объединенных наций. Выпустила видео, показывающее, как чужеродный ребенок, чужой. Такой вот, непонятно, то ли инопланетянин, то ли искусственно выведенный. И как он интегрируется в класс с обычными детьми. Ну, сначала, конечно, показано, что дети его не принимают. Сначала над ним, над этим ребенком смеялись. Но после того, как он показал свои нечеловеческие способности, причем такое какое-то душевное благородство и доброту, он был принят человеческими детьми. И его полюбили. Собственно говоря, это цель и задача ролика и, вероятно, вот той организации совместной ЮНИСЕФ с Ватиканом. Это задача, чтобы внедрить в наше сознание, что чужеродные дети, они хорошие, они добрые, они помогают, у них сердце большое и открытое. И вы должны также знать, что есть соглашение с организацией Ватикана. И называется она «Инициативой Сколос Акурентес». Эта организация основана Папой Франциском, спонсирует ЮНИСЕФ в попытке изменить менталитет, наш с вами менталитет, способ восприятия детей, вот этих чужеродных элементов в нашем обществе. Этот ролик ЮНИСЕФ свидетельствует не только о наличии прямой связи ЮНИСЕФ с Ватиканом, но и открывает нам то, что Ватикан является частью тайного плана инициативы Организации Объединенных Наций по подготовке человечества к принятию чужеродных пришельцев. С конечной целью интегрировать чужеродное в наше человеческое общество. Текст в описании видеоролика, опубликованного на странице Facebook ЮНИСЕФ, гласит «Знать кого-то еще – это отличная возможность поделиться ценным опытом. Скажите «Да» интеграции». Ну, конечно, знаете, все так подано довольно-таки по-доброму. И действительно, вот какой-то вот инопланетный ребенок внедряется в наше общество. Но я вам хочу сказать, давайте посмотрим более глубоко на этот вопрос. Мы уже имели такой опыт и уже были выведены вот эти дети Шариковы. Эти дети Шариковы когда-то, которые были внедрены, а начали они внедряться в общество, ну так примерно, в 1908 году, когда на землю нагнали волны, там всякие катаклизмы, апокалипсисы. И в это время начали внедрять Шариковых. Их же не сразу начали. Они не так вот с бухты-барахты появились в нашем обществе. Они появлялись постепенно. И Шариковы, кто такие Шариковы? Это действительно была смесь с животными. Это человеческое такое. Это мы у себя создаем на земле. Это помесь человека с животным. Помните, Павлов занимался этим вопросом. Он же не просто занимался собаками, да, как мы думаем, рефлекс собаки Павлова на еду, на там секс, да. А есть еще Иванов, как вы помните, который занимался скрещиванием обезьян в грузинском заповеднике. Ну, скрещивали-то с женщинами, настоящими, живыми, человеческими. И вот таких детей оказалось очень много. Потом их, как в инкубаторе, их создавали огромным количеством. А потом начали внедрять. Но война все смыла. И мы не знаем среди беспризорников огромного количества, кто был детьми человеческими, а кто был детьми зверинными. А вот перед революцией, а это уже, смотрите, это уже ведь и война первая гражданская прошла, когда как раз первые беспризорники прошла первая волна вброса в наше общество первых беспризорников. Без отцовщина, нет родителей. Вот это и были те самые первые клонированные, звероподобные дети. И что они сотворили с нами? Что они сотворили с нашей страной? Они же буквально разорвали. Они поедали. Они разрывали людей. Это вот были такие вот добрые шариковы звери. Причем они пахли. Вы помните, перед революцией мы знаем, что были организованы гетто. То есть спутники, такие вот лагеря, спутники около больших городов. Около Киева, около Москвы, около Питера. Были такие гетто. И нам какие-то сказки рассказывают, кто жил в этих гетто. Нет, друзья. В этих гетто как раз и жили вот эти самые такие вот выведенные, человекоподобные. Там, конечно, и табор цыганский мог стоять. Но это ведь все, понимаете, как бы для того, чтобы завуалировать. Много что можно было сделать для того, чтобы как раз завуалировать этот самый процесс. Но если вы почитаете воспоминания как раз современников Пушкина. И у Пушкина, по-моему, есть это где-то. Я в своем ролике говорю, уже не помню сейчас, где это я взяла. Но я найду. Потому что как раз на эту тему хочу сделать новый заново ролик о клонах. И сейчас я вам только скажу, что когда они шли по одной стороне улицы, то человек, который был как бы обычным человеком, он переходил на противоположную. Потому что считалось вот каким-то таким испачкаешься, морально грязным, что ты испачкаешься, пройдя мимо него. Что это означало, мы еще пока не знаем, да? Но об этом есть воспоминания людей. И они пахли. Они жутко пахли. Кто это сделал? Тот, кто нарушил закон, преступник? И, конечно, вот это были внедрения. В наше человеческое общество. Это было на рубеже войн. То есть войны для того и создаются, чтобы изменить. Частично, конечно, у войны много причин и много составляющих, на что опирается война. Земля. Делить землю. Кто будет ее делить? Скажите, пожалуйста. Георг V, который владел всем миром. Уже на время революции 1917 года он владел всем миром, да? Кто будет делить? Ведь войны все это искусственно сделанные сценарии для многих целей. Война каждая, она решает. Вот каждая война, у нее есть свои задачи и цели. Но в основном это были вбросы вот этих вот новой расы людей, выведенных людей, искусственных людей, способных подчиняться. Потому что человек, думающий, обычный человек, да, у него на угнетение, у него идет сопротивление. Так вот, чтобы сопротивления не было, внедрялись вот такие люди, зверолюди. Почему? А потому что зверь у него сидит в подсознании, управляя, что он подчиняется силе. Зверь – это же стадное животное, и он должен подчиняться силе. А сила – это человек. Но еще, когда он уже в человеческом обществе, и это вот зверо-человек, он подчиняется силе, которая наверху, над ним стоит сила. Вот это и есть, собственно говоря, такая вот причина больших войн. Прости меня, отец. Не хотел, чтобы я защищал закон. Разрушать старую историю и внедрять своих звероподобных людей, шариковых. На сегодня, вот видите, видимо, уже выведены. Я так понимаю, что вот отряд этих клонов выведен. И где он расположен? Они уже живут, они уже есть, эти дети. И уже их начали внедрять постепенно в наше общество. Но как они выглядят? Мы не должны убивать ради развлечения. Ради ненависти. Что это за дети? Мы не знаем. Мы понимаем, что теперь пришло время нашему отрезку человеческого уровня. Может быть, мы не такие умные. Может быть, мы не такие развитые по отношению к тем, кого уничтожили. Но пришло время нас заменять другими. Новым видом человечества. Это не значит, что это шестая раса или какая раса. Раса – это разделение между людьми по цвету кожи и, так скажем, внешнему облику и манере, скажем, жить, и цивилизационному такому вот образу жизни. Это расы. Желтая раса, белая раса, черная раса. Ну, если вывели, конечно, зеленую расу, то тогда, конечно, может быть, это будет и то самое. Нам же недаром внедряют в головы змей подобных людей. Там русалок или еще кого-то. Это работают генетики. Они работают успешно. Вы не думайте, что если мы сегодня не видим среди себя русалок, то значит их нет. А вы знаете, что еще они были во времена Пушкина, точно были. В начале 20 века тоже были. У меня есть где-то картина художника одного, итальянца. И он рисовал то, что он видел в море. Он жил на море. И он рисовал вот таких вот полуживотных, полулюдей. Голова практически человека. Но тело у него вот морского котика. Знаете, есть такие животные или как их называют морские львы, тюлени. Вот такое тело. И он изобразил это. И самое главное, вот таких вот, скажем, рыболюдей, их было очень много вокруг Крыма раньше. И даже были раньше истории на эту тему. Но теперь уже все забыто, потому что воины стирают все. А Крым вычищался метлой несколько раз. Как раз, чтобы не осталось тех людей, которые помнят и знают это. Которые бы не передавали за собой, вот не тянули эти старые истории. Поэтому Крым вычищался. Но Крым это тоже такая же экспериментальная база. Очень интересная экспериментальная база по выведению разного вида живых существ. С вами я, Таня Карацуба, Сейдбургхан. Прости меня, отец. Ты же хотел, чтобы я защищал закон? Субтитры сделал DimaTorzok